Сегодня в нашей студии Роман Эльснер из организации «Русско-немецкий обмен». Он только что вернулся из Краснодара, где проходила конференция городов-побратимов русско-немецких и даже выступали министры иностранных дел обеих стран. Добрый день, здравствуйте. Добрый вечер, Роман. Я специально посмотрел еще раз цифры, перед тем, как вы пришли к нам в студию, от Левада-центра, вот в 2010 год, когда русских спрашивали, кого вы считаете наиболее недружественных, враждебных или враждебные государства, русские включили, то есть 1% русских включило Германию в эту пятерку. По отношению к России ты имеешь в виду? Да, по отношению к России. А вот в прошлом году их было уже 24%, то есть 24% русских считают Германию скорее враждебной страной после США и Украины. Украина и Германия на третьем месте. Да, понятно, что, конечно, это политические причины, но политика и народ, они же не всегда идут рядом. Что еще послужило для отдаления такого, я имею в виду наших двух стран друг от друга? Ну, здесь, конечно, играют разные темы, большую роль. Это отношение к Украине или сейчас тоже отношение к беженцам, или по тематике сексуальных меньшинств. Это, конечно, такие темы, где вот большое расстояние есть, и мнения очень сильно расходятся. Роман, а это вы пересказываете сейчас дискуссии, которые были у вас на этом форуме в Краснодаре? Ну, здесь не обязательно вот такие темы там обсуждали, обсуждали. Здесь были тоже, там были шесть рабочих групп, там, от социальных вопросов, до тематики энергии, или тоже вот история, история. Именно Вторая мировая война, здесь это тоже такая большая тема, где мнения очень сильно расходятся. А по какому вопросу именно они расходятся? Ведь там очень, мне кажется, мало для сомнений пространства. Ну, здесь тоже вот именно вот, например, договор от Молотова-Риббентропа, или по-немецки Гитлер-Сталин-Пакт, здесь это очень большая дискуссия здесь на русские стороны вообще не. Нету интереса это вообще обсудить или начало войны, которая вообще-то в 1939 году начиналась, а в России вообще-то осматривают вторую, ну, Великую Отечественную войну. Она вот именно в 1941 году начиналась. И здесь, естественно, тогда совсем составляется другая картина. И так как вот в России сейчас есть такой патриотический взгляд, здесь, конечно, такие критичные интерпретации, как вот соглашение между нацистской Германией и Советским Союзом, здесь это, конечно, не входит в этот план. Ну, все-таки, если мы отвлечемся от истории и вернемся к темам более актуальным, вы уже их перечислили, это беженцы, это сексуальное меньшинство, вот что вы конкретно делаете в вашей организации для того, чтобы сминимизировать полярность мнений в России и в Германии? Ну, мы не обязательно пытаемся отходить от этих тем, но мы в другом плане вообще хотим это обсудить. Потому что вот для хороших отношений это не хватает просто тем обсудить, где согласие есть. А здесь мы считаем, что именно важно тоже такие конфликтные темы с друг другом обсудить. И это не только вот с государственными актерами или с политическими, а именно тоже вот с общественными организациями. Понятно. А вот именно в Краснодаре, мне интересно, атмосфера между, вот приехали там из Германии, скажем, меры городов, или как нужно это себе представить, и там есть эти меры российских городов. Как там атмосфера, она дружественная, они друг друга знают уже много лет, или сейчас тоже такая? Нет, там между Германией и Россией можно примерно сказать, что около 100 таких партнеров существует между городов и муниципалитетов. И туда очень много представителей из России, из Германии туда приехали, чтобы вот эти разные темы обсудить. И это был тоже повод, чтобы друг друга встретиться, и там тоже обсудить новые проекты, новые планы, и, естественно, тоже вот актуальную ситуацию. И так как вот, например, вот тоже вот министры иностранных дел туда приехали, тоже вот представители из разных городов приехали туда, потому что им это все равно, несмотря вот на актуальные политические обстоятельства, все равно это важно, чтобы еще держать отношения с друг другом. То есть, можно сказать, охлаждение на политическом уровне между странами как раз привело к обратному эффекту, что эти города-побратимы пытаются еще более тесно сотрудничать? Да и нет. Чего вот я именно наблюдаю с немецкой стороны, здесь очень сильный и большой интерес есть почти всех городов, здесь дальше сотрудничать и дальше с друг другом участвовать. Вы имеете в виду интерес к России? Именно интерес к России, именно к Российскому. А почему вообще Германии так интересна Россия? Ну, здесь в Германии именно тоже из истории, именно Второй мировой войне смотрят с такой большой ответственностью на Россию, что вот должно быть, вот чтобы такого опять снова получилось, надо держать дальше контакт с друг другом, несмотря вот на политические обстоятельства. И здесь именно тоже большое мнение такое, что вот именно не только держать контакт на политическом уровне, а именно тоже вот на общественном уровне. То есть с немецкой стороны это осталось? Это сильно на немецкой стороне, но тоже чего вот касается вот общественности тоже в России, мы это тоже вот сильно наблюдаем. Здесь все равно до сих пор еще есть большой интерес тоже и мы можем остаться в контакте с немецкими партнерами. Но вы знаете, для меня все равно вот такие обмены, некие флеры советского времени имеют, вот там делегации школьников или что-то. Подожди, для меня, например, первый контакт с Россией был как раз через школьный обмен. Я считаю, что это вообще основа. А для меня, например, как для журналиста, я очень часто сама снимала мероприятия по разным обменам, в том числе российско-немецким, и для меня это было не более чем протокольное мероприятие, о котором рассказывали 40 секунд в эфире. Да, здесь вы даже тоже вот немножко правы. Мы это тоже наблюдаем, что вот здесь такое большое официальное, церемониальное аспекты там имеют большое значение. Именно между вот таких крупных городов, как вот между Берлином и Москвой. Но мы вот пытаемся именно здесь тоже уйти вот от таких более формальных встреч. Да, куда идёте добавить? А именно тоже организовать такие личные встречи, как вот я вот занимаюсь именно с обменами семейной молодёжной политики. И мы хотим вот именно, чтобы здесь тоже молодёжь друг друга встречается. Именно молодёжь, у которого нету такого опыта, у которого вот нету такие возможности, такой международный обмен делать или в Россию поехать. Или тоже оттуда включить ребята сюда, чтобы они здесь тоже познакомились и тоже вот увидели. Ну, расскажите конкретнее. Ну, вот сейчас, например, группа танцоров вот сюда приехала на фестиваль. Сейчас через неделю будет фестиваль в Берлине. Из Москвы? Из Москвы. Вот группа танцоров приехала. И они будут здесь такой танцевальный проект организовать с молодёжью от молодёжной организации «Киндеринг». Они здесь проводят время, делают разные воркшопы, познакомятся тоже с городом, у них будет тоже культурная программа, общаются тоже по разным тематикам. И в рамке этого тоже делают такие танцевальные воркшопы. И тогда будут на этом фестивале вместе выступать. Я хотела всё-таки вернуться к вашему предыдущему ответу. Поскольку вы координатор проекта в сфере семейной молодёжной политики, и, конечно, знаете, что буквально вот несколько дней назад, буквально вчера, в пятницу, Бундесратом был одобрен закон, и фёале – браки для всех. Насколько я понимаю, с семейными ценностями моих соотечественников это не совсем совпадает. У нас будет сюжет в программе чуть позже на эту тему. Вот вы по этой теме какие-то проводили дискуссии, диалоги, разговаривали в этот раз в России? В этот раз нет, конечно, но в рамке наших проектов мы не только в рамке Берлина-Москвы работаем с Россией. Естественно, тоже часто попадают такие вопросы. Часто, естественно, это тоже большая тема и обсуждается. Естественно, здесь большая разница мнения. Но здесь я более сильно вижу разогласия у взрослых, чем у молодёжи. Молодёжь тоже более и более станет либеральным в России, именно в таких крупных городах, как в Питере или как в Москве. И тоже более и более открыта к этому. Тем более, они тоже Европу сейчас знают, весь мир знают. И они тоже хотят свободу. И они тоже близко-близко становятся к таким вот европейским ценам. Вы знаете, у вас много вопросов. Меня ещё интересует, да, потому что мы видели эти новые законы в России про иностранных агентов, то есть российские организации, которые сотрудничают с немецкими или иностранными фондами, они становятся иностранными агентами. И как это касается вас или вообще немецких организаций, которые там работают? Это, естественно, очень вредно для работы с Россией в общем, для работы между обществом, между Германией и Россией. Для нас это практически проблема, что сложнее становится найти партнёров. Да, они боятся. И, естественно, боятся. И здесь более тогда проблемы именно на русской стороне у них. Это уже является, если приедешь с группой школьников или учителями, или сотрудники в социальной сфере, чтобы тоже посещать какую-то школу, тогда они уже начинают бояться, что, может быть, у них возникают какие-то проблемы, или их там будут чем-то обвинять, обвинять пропагандными европейскими ценностями. Или просто дурному научат. И из-за этого лишить их работу. И это, естественно, очень сложно. И это большая проблема. Понятно. В общем, на мой вопрос касался... Ты предварил мой вопрос и хотел спросить об этом же. Большое спасибо. Спасибо вам за приглашение. И надеемся, что мы увидимся ещё в этой программе. Я, конечно, тоже. Спасибо. Всего доброго. Мы вернёмся через несколько секунд.